итак мы продолжаем прошлое сей я держи за мной вытащил этого самого друида из подземелий не здорово помог макс айрус который почему-то то ли бессмертен то ли то ли следуй за мной очень и очень силен в общем суть в том что мы выбрались наконец-то из руин здесь уже на поверхности утра руинах было страшно в одиночку я бы там не справился бы точно с нет с одним ящером я в принципе справляюсь потому что а это там этот угры сидит с одним ящером я справляюсь а вот когда их больше так еще мне этот троид выдал какую-то амулет плюс 5 вовкости и силы спасибо мужик спасибо держись за мной плюс 5 вовкости и силы ничего себе амулетик да не зря ему посох отдал получается а я еще размышлял потому что у посоха дробящий урон напротив скелетов хорош тут 200 опыта ему лет на плюс 5 силы плюс 5 ловкости отличная сделка эту вопрос только смогу ли я использовать арбалет если сниму свой нынешний амулет у меня сейчас 51 нет не смогу же ты ладно давай уже решим этот вопрос с этим как его с хижиной твоей фу какой хижиной с амулетом и я уже пойду дальше возьму еще один лаву ну вот мы здесь тут мы можем все спал как раз вебал так так почему ты живешь здесь завершить а в принципе завершить пусть пусть он тут посидит а я пока делом займусь так значит у меня есть колечко то есть какое колечко амулет телепортации к руинам да вот вулканическая крепость восточный северо-восточный храм оба сейчас узнаю где-то я ага у входа ясно ну значит тогда я могу сейчас телепортироваться в монастырь крепость вулкана вот крепость вулкана это монастырь так телепорт раз у меня есть логулап то я подниму еще чуть-чуть кристалл ледяной или запас манны не знаю даже 63 манны будет 73 манны не сказать бы чтобы очень уж много вот мощность кристалла надо поднимать надо поднимать выбор 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 нет все-таки наверное кристалл смысле подъем мощности кристалла даст возможность станет более опасных существ и станут от будет действовать дольше так что кстати я могу купить у этого у илюмара новых каких-нибудь свитков интересных призыв скелета впервые вижу ну ладно жаловаться не буду отказываться не буду 300 монет давай все если это те скелеты что с которыми я сражался то мне они точно понадобятся я тебе продам 18 салуянских мечей на память чисто отлично хорошо сходила кстати да и и куплю еще бумаги много 800 монет ой не дорого 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 так что наверное нет амулет ящера 60 золотых ну нет просто мне надо сделать побольше этих как их там побольше свитков защиты потому что защита живет очень много манны моей нынешней форме я защитой пользоваться нормально не могу 60 манны это весь мой манна запас так где мастер полос подними мне еще чуть-чуть магию ну по мере того как ты познаешь ледяной кристалл пиццова силы отрадежь крабеж можешь творить заклинание быстрее надолго замораживать врагов не наносить больший урон до больший урон все всячки обучения про потрачены так теперь можно еще в город смотаться продать всякий мусор но наверное не надо пока значит тогда идем к храму а нет то библиотека как же я забыл то библиотеку интересно сейчас лучше короткой дорогой пойти да наверное лучше короткой дорогой так вот она здесь это дыра сколько манны стоит 20 копейки все-таки первый второй круг намного дороже выходит по манне а стало быть а стало быть так просто быстрее получается чем крюк делать через библиотеку так вот он барьер снимайся барьер ей так ну что здесь у нас что на что я облизывался тогда стол сундук пюпитр и все и все то есть то есть и все текст имеет отношение к магии ну да плюс то и мудрости и все а ну-ка просканировать помещение нет ничего здесь не вижу какие-нибудь тайные кнопки тайные книги нажимные рычаги хоть что нибудь ничего ради трех единиц мудрости посмотрим что в сундуке так а в сундуке рецепт зелья опыта опыта требуется вторая алхимия вода вода и сосуд ингредиентов нужен минимум так а это а это уже это уже что-то зелье опыта сейчас посмотрим алхимик там алхимика занята вечно поэтому я пойду сейчас к этому как его как же ж его клюмару по там где свитки у него там алхимическая лаборатория тоже есть да зелье опыта так а сколько она опыта дает жажда странствий дает растение дает 10 опыта сейчас надо выяснить сколько опыта дает само зелье так вот зелье опыта можно изготовить опыт плюс 100 это по сути убийство одного противника да я могу сделать 4 а почему так мало почему так мало мне нужна вода сосуд не понял чё так мало опять нужно 5 растений нужно 5 растений жажды странствий на каждый из этих ясно давай а давай все четыре в принципе что там все равно эти растения вылетают это получается и так бы я его съел было 50 опыта так будет так будет 100 ну неплохо конечно вот и я рассчитывал немножко на большее я бы мне казалось что с одного растения можно будет поднять опыта ну да ладно тоже неплохо по крайней мере теперь я знаю что не зря мучился с этой дверью там-тадам вот 400 опыта на халяву так теперь идем за свитком к руинам где эти руины 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 крепость у вулкана харпортаун вот удобно когда телепорты есть надо больше этих камней насобирать надо еще с этим окром поговорить будет береги себя друг спасибо это именно то что я должен делать так так надо саму летом разобраться да не хватает силы 41 силы да а если я колечко экипирую тогда должно на посох хватать да на посох хватает но не хватает на арбалет нужно еще четыре силы чтобы хватало на арбалет надо конечно от амулета избавляться а у меня есть еще колечко на силу нет нет да и смысл ставить второе кольцо на силу ну понятно ясно сейчас этот амулет амулет мне не очень нужен так и ставлю назад все ну на будущее на вырост плюс 5 ловкости это конечно здорово но лучше манна сейчас ну сейчас нужно не манна так сейчас я тут еще попинаю я же вроде уже убивал я тут же уже не похожи на машина и хи-хи-хи-хи-хи-хи. и вот Тут у меня был свиток малого лечения. Так, теперь идем, собственно, в труп-риду. Надо будет еще это заклинание призыва скелета испытать. Но это не в ближайшее время. Надо найти такого противника, который был, с одной стороны, бы достаточно силен, чтобы я с ним мог сам справиться, а с другой стороны, достаточно челленджевый. Так что это, наверное, ЛПИ. На УПАЯх надо будет испытывать. Ничего, давай. Ты владеешь магией? Магия. Одна из древнейших сил этого мира. Я так думаю. Меня здесь еще не было, так что я предполагаю. Может быть, это и не так давно было. По крайней мере, для людей. Боги, конечно, с самого начала пользовались магией. Ну и что? Неужели ты никогда не засовывал пальчик туда, куда не надо? Просто, чтобы посмотреть, что будет? Знаешь, нет. Вернее, если такие ситуации есть, чтобы посмотреть, что будет, я всегда тыкал мизинец, потому что его, если что, не жалко. Почему ты живешь здесь? Я провел здесь всю мою жизнь. Не сказать, чтобы здесь было безопасно. А где вообще безопасно? Что есть безопасность? В городе или среди дикой природы? Здесь хотя бы я отвечаю только за самого себя. Так можешь в диск-то починить? Ты можешь починить этот диск? Хм... Дай-ка взглянуть. Он очень старый. Необычное сочетание металла и кристалла. Но кристалл помутнел. Его сила ушла. Можно ли восстановить этот диск? Я могу попробовать вылечить кристалл. Только так, возможно, возродить его магию. Зачем тебе нужен этот диск? Для всяческих непотребств. Ну, пожалуй, лучше... Ладно. Мы думаем, что этот диск может помочь спасти остров. Этот диск? Как он может это сделать? Есть ворота, которые, судя по всему, ведут внутрь вулкана. Мы думаем, что то, что заставило руины подняться на поверхность, находится там, внутри. Мы? Кто такие мы? Я и инквизитор Мендоса. Инквизитор. Назойливый... Эгоист. И он еще мнит себя знатоком магии и философии. Однако пока что мы должны сконцентрировать свое внимание на диске. Как ты можешь вылечить кристалл? Кристалл будет лечить сам себя. Но этому процессу необходимо содействовать. Что мне нужно делать? Самый простой способ – использовать другой кристалл, чтобы зарядить магией этот, угасший. У тебя есть магически активный кристалл? Еще как есть. Где мне найти магически активный кристалл? А мне, конечно, это не тот кристалл от рукой. Маги в монастыре используют такие кристаллы для своих опытов. Мне нужен такой кристалл. Но имею в виду, что во время ритуала он потеряет свою силу. Так что, выходит, что мне придется проделать весь путь обратно до монастыря? Нет-нет-нет, в моей хижине есть такой кристалл. В сундуке лежит. Вот ключ от него. Хм, я добыл активный кристалл сразу же. Нет, я сперва лучше в сундук загляну. Ага, обычный магический кристалл. Ну, хорошо, что у меня такой уже был. Я добыл активный кристалл. Отлично, но помню, что во время ритуала он потеряет свою силу. Если ты собираешься использовать его в дальнейшем, тебе придется найти для этого другой кристалл. Так, магический, ледяной, огненный. Вот магический держит. Вот магический кристалл. Очень хорошо. Магия этого кристалла поможет нам восстановить поврежденный диск. Как нам вылечить кристалл диска? Для этого потребуется провести древний ритуал. Так давай же начнем. Прежде чем начать, я должен кое-что обсудить с тобой. Обсудить что? Ты спас мою жизнь, я у тебя в долгу. Поэтому я тебе помогу. Но ты должен быть осторожен. Ты не знаешь, что находится в недрах этой горы. Поэтому, прежде чем действовать, я советую тебе предварительно поговорить со мной. Соглашусь. Я приду к тебе за советом. Хорошо. Тогда тебе надо узнать как можно больше, пока ты тут. Это разумно. Если этот проход закрыт такими устройствами, как этот диск, подозреваю, что внутри тебя ждут всякие чудеса. Как ты думаешь, что там внутри? Если бы я стал гадать, я был бы ничем не лучше инквизитора. Я хочу знать, что там внизу. Осмотри все. Книги, записи. Найди их и изучи. Узнай, что защищают эти ворота, и возвращайся ко мне. Угу. Давай зарядим кристалл. Да. Но мы не можем заряжать его здесь. Следуй за мной. Небось, пойдем туда, на этот холмик. Надеюсь, клавата следующая не начнется, когда я кристалл заряжу. Этого бы хотелось избежать. Но, в принципе, мне еще надо несколько кристаллов найти. Так что, вряд ли, но кто знает. Давай, включай. Запускайте машину. Стоп. Мы пришли. Что это за место? Оно обладает великой магической силой. Начнем же процесс. Так что, диск уже излечен? Этим мы тут и занимались. Что еще я могу иметь в виду, говоря «готово»? Безусловно. Спасибо. Тогда я отнесу диск Инквизитору. Давай. Но тебе нужен более уравновешенный характер, чем у Инквизитора. Инквизитор вопрошающий. Как можно такого ограниченного человека называть задающим вопросы? Это преступление против лингвистики. Будь рассудительным. Поговори со мной, прежде чем вы с ним примете решение. Обещаю тебе проявить объективность и интуицию. Удачи. Напоминает этот разговор из Бензепатауса о том, что речь идет не о сомнениях, а о задавании вопросов. О том, что не надо во всем сомневаться. Надо задавать вопросы и искать ответы. Вместо того, чтобы сидеть и сомневаться. Не знаю, почему я это вспомнил. Но в любом случае Инквизитор тоже не самый приятный человек. Так что по-любому, прежде чем принять решение, надо будет все померять и обдумать. А пока... А пока... Схожу-ка я, наверное, в этот... Как его? В Харбортаун, наверное, схожу. Нет, не в Харбортаун. Это еще что? Откуда вы здесь? Ясно. Вот и шанс испытать заклинание скелета. 20 манны, да? Так. Где-нибудь там. Ай, мимо. Плохо. Очень плохо. Нет, они меня вдвоем запинают. Это 100%. Это в гадалки не ходи. Но надо с ними разбираться как-то. Я не хочу, чтобы они эту... Жасмин или как ее там зацепили. Может, через пробежки попробовать с ними справиться. Должно получиться, в принципе. Сколько на них нужно? Три? Скорость. Насколько долго она действует? Надеюсь, мне хватит. Субтитры сделал DimaTorzok. Что-то не чувствую я, что я особо ускорился. А, не ускорился, почему же? Ясно. Предварительный вывод. Нужно как можно скорее найти руну скорости. Это очень хорошая тактика. Отбежал, расстрелял из арбалета. Отбежал, расстрелял из арбалета. Камень телепортации. А куда он ведет? Фред? Не понял. Он что, помер? В смысле... Идем со мной. А, это можно скелетом командовать. Но толку, толку от этого, раз он уже мертв. Так, куда ведет этот камень телепортации? Лагерь бандитов, восточный храм, восточное побережье. Рискнуть. Восточное побережье. Это вообще где? Так, восточное побережье. Это где-то здесь. Нет, это плохое, страшное место. Ладно. В свете открывшихся обстоятельств надо вернуться на это болото за вторым диском. Может, еще и с ящейцей попробовать сразиться. Нет, лучше не надо. Почему я телепортировался? Потому что сильно мало я ей нанес урона, а она оказалась неожиданно быстрая очень. Так что, наверное, надо этот вопрос с ускорением делать. Так, и... И, наверное, пойдем все-таки на болото. Через левитацию. Или нет, через телепорт к деруиду. То есть, к восточному храму. Надеюсь, я не промахнусь однажды телепортационным камнем, и меня не вынесет к этим руинам проклятым. Так, так вот. Спуск к болоту. Он вообще где? Потому что я что-то спуска к болоту тут не припоминаю. Придется, наверное, левитировать. Надеюсь, не забагует. Надеюсь, внизу меня не будет ждать толпа ящеров. Могильные черви. А это что за место? А это незнакомое место. Левитация не богуй. Левитация не богуй. Этот замок слишком сложный. Опять. Ну, я себе сказал, что я качать взлом замков до третьего уровня не буду. Аргументация у меня такая. Типа, научиться вскрывать замки, как бы, по роуплею, да? Научиться вскрывать замки, в принципе, не сложно. То есть, если верить ютубу, во всяком случае, взлом замков требует только, там, базовых знаний и регулярной практики. А вот вскрытие каких-то мастерских замков, которые суперкрутые, вот это требует именно реального мастерства. И поэтому, как бы, вскрыть такой замок мой персонаж смог бы только с помощью, только за счет магии. За счет собственного мастерства нельзя за пару недель сразу вот так вот стать мастером. Так что только магия. Только магия. Хотя, конечно, можно возразить, что, мол, и мастером магии за значенное время тоже не стать, но... В принципе, это тоже правильно, но мне так больше нравится. Придется, правда, конечно, возвращаться, потом бегать это все снова, но я-то помню, где что лежит, так что это не проблема. Вот, да, там все. Значит, что я выяснил? Ящержец атакует в дальнем бою с применением огненного урона. А это значит, что мне нужно будет что-нибудь на защиту от огня. У меня есть? Нет, у меня есть только... У меня есть только защита... О, слабая защита. Есть еще, конечно, от льда, но от нее, наверное, не будет толку. Надо и будет еще одно колечко на антимагическое скрафтить. Может, сейчас... Ой! Блин, забыл совсем про эту штуку. Вот, как это сказать. Кара за самоуверенность. Придется теперь возвращаться. Как глупо. Хорошо, что еще не в боевой обстановке. Так, пока можно будет отожраться немножко. Надо будет еще родного супа этого сделать. Плюс 20 манны, это не хукаруха. Так. Да. Растягиваем геймплей искусственно. А, даже он свернул не туда. Видимо, чтобы еще больше растянуть. Так вот, значит, против этих ящеров колечко ставлю на защиту от стихий. И надо будет на всякий случай, наверное, еще и защиту магическую на себя навесить. Просто на всякий случай. Защита магическая, насколько я помню, тоже бонусы к защите от стихий дает. Вот, поэтому, поэтому... Так вот, проходим мимо. Факел, пожалуйста. А то темно. Ничего не видно. Где эта дорога? Дорога, дорога. Я же там вроде отключил ловушку с шипами. Но если я сейчас на ловушке с шипами помру... Я все-таки загружусь. Уже, извините, но... Потому что я ее отключал. Я точно помню. Я вообще правильно иду. Вроде бы правильно... А, нет, неправильно как раз. Потому что здесь... В зале, где люди были, там был проход со статуями. А мне надо туда. Вот. Да, сюда. Может, и ловушка с шипами была в другом месте совсем. Нет. Конечно же, нет. Нет, меня моя паранойя погубит. Потому что я сейчас не хочу. Все-таки я пойду так. Фред? Фред помер давно. Какое ждет? Воль, кстати, этого самого скелета тоже призвать. Это мешает. Так, вот здесь были саркофаги. Здесь вот спуск. Не застревай, не застревай. В готике я однажды застрял как-то очень-очень глупо. И не мог никак вылезти. Пришлось врубать консоль и ставить. Что интересно, что там прохождение сквозь стены. Но именно, что сквозь стены. Ты сквозь пол не проваливаешься. А вот сквозь всякие мелкие камни. Ага. И вот этот домик. Вот этот домик, да. Надо манны немножко поднять. Перед тем, как прыгать туда. Где у меня манна? Пиво. Виноград. Еще пиво. И молочка еще сверху. Да. Конечно. Рацион. Ну что ж. Я вернулся. Я теперь на два уровня сильнее. И может быть даже сразу не помру. Первым надо сбить скелета. Мимо. Так. Да шо ж я его зацепить все никак не могу. Больно. Если сейчас бы этот ящер вмешался, мне бы кранты пришли. Если бы он меня, конечно, фаерболом бы зацепил. Так, тройка, хилка, да? Раз. Два. И что-нибудь еще слопать мелкое. Что-нибудь мелкое слопать. Да не, ничего нет, а не утрей поесть. Так, ну, продолжаем. Значит, магический щит. Арбалет. Магия арбалетных болтов. Болтомагия. Так, ага, ну давай, давай, давай. Стреляй свои фаерболы. Мимо. А вот этого вот я никак-то не хотел. Это не было частью плана. Ага. 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 так лечимся еще лечимся сказал лечимся еще обалет где этот шаман а вот он вон он давай давай шмаляй 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 ого больно у меня же еще защита от огня чушь он так больно то пьет ну зато теперь хоть скелетов там не будет ну что же не сказал бы что это был успешный план как теперь туда телепортироваться левитировать снова придется левитировать а значит придется опять сохраняться на случай багов ладно левитируем попытка номер 3 фред фред помер давно во кстати надо этого фреда будет снова призвать тогда помимо защиты надо будет еще и скелета призвать я пока не смог нормально оценить насколько эти скелеты сильны но если один сильный враг в теории так ты его бьешь с одной стороны скелет с другой или как с этим сайрусом что скелет в боке стоит а ты хотя нет только против сайруса он был бессмертный там такая тактика работала а как с убиваемым персонажем получится кто его знает поэтому поэтому ждем летим приземляем сейчас вот в озвучение реки правильное слово излучено нет дельта это там где много-много развилок а излучено это блин использовал слово не помню его значение замечательно так вот сюда нам надо сюда завернуть вот кстати вот этот карниз в теории на него можно долевитировать если если стартовать где-нибудь повыше так значит теперь мне скелеты не помешают не шевелиться не шевелиться так все вроде левитация сейчас не лагает может я что-то не так делал что она так странно вела себя ну не знаю не охота разбираться значит отжираемся и манну восстанавливаем а не свалится бы опять попытка номер 3 значит что я выяснил выяснил я что огненный кристалл наносит просто овер дофига урона и также с защитой по мне лупит будь здоров поэтому надо наверное надо было наверное сделать все-таки второе кольцо намок защиту а так у меня второго кольца на защиту нет поэтому я лучше возьму защиту на кольцо на арбалет потому как кольцо на защиту от урона мне сейчас вообще не поможет если ящер пойдет в ближний бой то я скорее всего просто убегу в четвертый в третий раз чтобы попытаться потом в четвертый так я ловушку эту выключил я точно помню если я спам групп нет не помер так вот если я тогда помер я загрузился ну потому что это уже никакие ворота в конце концов там можно было бы пройти через наутилуса ну в общем ради экономии времени пришлось бы загрузиться наверное это честно значит на будущее надо все-таки сделать второе кольцо антимагии раз второе надо где-то там солянец 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 не этот не солянец солянец бы до такого не тоже так у меня там не поджидает нет ли он вернулся на исходную я пока тогда скелета обуперу так ну что же попытка номер 3 где-то там ящер а где он а вот он давай давай шмаляй шмаляй чё ж я мажу то все время уже какой-то шутер получается рокет джампы я его вообще даже не вижу я целюсь просто по вспышке этого фэр пола да отлично так пока у меня щит еще не не развалился окончательно надо еще вот этого скелета под шумок сагать один скелет один-то блин п и а а а а а а а а и а давай пахнем зельем и сейчас начнем тут все осматривать потихоньку главное осмотреть тело этого ящера где она тут а вот так ящержец кристальный диск телепорт восточного храма отлично выполнено 3 из 5 отлично в честь такого дела надо снова навесить кольца на маг защиту и наверное даже кольцо на манну теперь я могу себе это позволить так и шахнем освещение начнем осматривать потихоньку это место так болты и болты и болты напоминание о моей божественной меткости саркофаг саркофагах бывают скелеты это мы помним это мы знаем золото зачем ты их закрываешь ну вот объясни мне зачем ты их закрываешь освещение и термолитных стрелы да надо закрыть саркофаг ведь мне же даже было бы проще чисто с геймплей на и точки зрения если бы я видел какие саркофаги открыты какие нет так ягода больше тут в очень ничего нет тут вспоминаются эти руины из этого из пиварзов которые под замком находились которые ты его в которой можно было залезть и не вылезать оттуда неделями игровых игровую игрового времени и неделями и времени реального если конечно сложность высокую поставить ну давай открывайся иголки дикообразы и ветка офигенная добыча в легендарном саркофаге в легендарных руинах на самой глубине у меня этих иголок у меня зубов дико этих самых уже скопилось сколько неимоверное количество так а заливитировать там никуда нельзя судя по всему не застоять поищу значит вот у нас тут какая-то коморка и и все такое не манны болт еще один а здесь вот здесь вот у нас большой соблазн большой соблазн воспользоваться левитацией где болт где болт лишь так важно подобрать этих болт у меня же их всего-то на всего 545 что же я буду делать без этого одного болта так здесь так вот надо решить как на ту сторону перебраться перебираться ли на ту сторону вообще ага ясно ну спасибо что разбавил этот монолог экшоном вот не успеваю я бог не успеваю нанести удар не успеваю и даже запинать его не получается да что ж такое если меня сейчас скелет забьет это будет очень обидно ну не забьет конечно но вылудит телепортироваться ну кстати дружище ха ха ну теперь то я вижу что этот ледяной кристалл действительно прокачался давай иди сюда вот теперь я и с воином скелетом могу справиться с помощью магии это радует так теперь собственно главная задача текущая во первых немножко все это подсветить потому что темно во вторых аккуратно очень аккуратно так где она вот спокойно спокойно только не забыковало зелья жалко есть у меня что-нибудь из еды а еды у меня уже тоже нету придется траву жевать а что здесь здесь ничего саркофаг если там 2 опять будет скелет а полиголов друге да хорошо а здесь что о руна руна берсерка так а что 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 вообще берсерк делал а 40 маны плюс 50 силы дает ничего себе надо как-то будет испытать зачем мне вообще 50 силы 50 силы позволят мне экипировать вещи которые я бы себе экипировать не смог вопрос только в том сколько она действует как долго не знаю а зубы нужны можно свитков наделать и проверить потом так тут скелет часа не выскочит нет не выскочил а ну и свиток левитации на случай если кто-то не догадается как как отсюда возвращаться в принципе правильно но с другой стороны это уже и не нужно у меня есть телепорт поэтому я просто телепортирую к выходу восточный берег не нравится мне вот этот этот телепортация к восточному берегу нет вулканическая крепость нет восточный храм да это же этот храм все уже темно уже ночь я не слушаю я так понимаю в раскопках ты не сильно продвинулся нет успел только найти этот старый бюст а потом взял и свалился сюда как идиот по крайней мере честно честность лучшая политика о так здесь все три брата ладно тогда на этом я уже буду закругляться я нашел второй диск из трех теперь можно будет отправиться на ферму под монастырем и посмотреть можно ли будет достать куда меня там пошлют интересно еще куда ведет эта телепортация к восточному берегу но я не уверен что я выберусь оттуда живым поэтому это пока оставлю на потом ну что же уже все стало более бодро хотя конечно без этого сайруса я бы там в подземелье там не справился но но в общем все отлично в следующий раз продолжим всем спасибо